Добрый день! В идеально отстроенном обществе наверху оказываются самые умные, самые достойные, все остальные находятся внизу творческой, административной, финансовой и любой другой пирамиды. Поскольку наше общество идеально, мы пришли к тому, что построили наконец-то некое подобие рая на земле, мы можем смело утверждать, что те люди, которые находятся у нас на самом верху, это и есть лучшие представители нашего народа. Их у нас парочка, они могут поиграть в давнюю игру на первый-второй рассчитать, первый-второй, 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 расчет окончен, больше выбирать не из кого. Они у нас являются эталоном и образцом понимания мудрости, справедливости, законности, поэтому чрезвычайно интересно наблюдать за теми инициативами, которые они извергают. Номер два, он у нас в основном известен как рекламный агент BMW, последние несколько недель почему-то чрезвычайно активен в борьбе с водителями. Ему регулярно приходят негативные отзывы на его административные порывы, а он все время настаивает на том, что все-таки нужно как-то пожестче, пожестче с этим народишкой. Мне в этой связи невольно вспоминается цитата номера один. Я эту цитату каждый раз воспроизвожу со ссылкой на Виллера, у которого она подверглась наиболее точной интерпретации и наиболее широкому трактованию. Если помните, номер один сказал про народ, он имел в виду людей, в контексте практически аналогичных событий. Вот такой говеный замес попался. Это цитата. Слово не выбросишь, как сказал, так и сказал. Поэтому номер два всячески упражняется в длине кнута, как-то не очень собираясь, что бы то ни было, предлагать по поводу пряника. И вот сейчас как раз в неделю от него исходит идея по поводу пьяных водителей. Очень хочется с ними жестко побороться. Причем, конечно, как всегда, речь идет о том, что нужно бороться ни в коем случае не с системой, ни с ситуацией, ни с неисполнимостью законов, а именно с самими водителями, которые являются главным источником всех бед в нашей стране. Знаете, как? Вацлаву Гавилу очень повезло с народом, когда он делал реформы. Правда, можно сказать, что и народу очень повезло с Вацлавом Гавилом. У нас ситуация наоборот. Хотя, при том, что у нас идеальное общество, мы знаем, только клеветники и очень злобные люди считают, что бы то ни было иное, у нас великолепно отстроенная, очень правильная административная система. Именно поэтому самый умный, повторюсь, находится наверху. И вот сегодня в том числе самый умный, он опять нашел с кем встретиться, он встречался с фракциями, с представителями фракций. Ну, о чем поговорить одному из умнейших? Просто с умнейшими. О том, что в этой стране есть определенные проблемы с мигрантами, есть определенные проблемы с русским языком, тем более кому, как не ему, знать знаменитый девиз «Привет, медведь». Да, действительно, даже в песню попало, песня очень интересная, знаете ее, наверное. То есть с русским языком действительно есть определенные проблемы, и не только у мигрантов, но и у коренного населения. Но, конечно же, самым главным было требование, и опять такой легкий топ-ножкой такой, надо немедленно все-таки ужесточить, очень надо ужесточить вот эти вот порывы людей ездить в пьяном виде. И здесь все это является абсолютно не новостью, новостью является поспешность и настойчивость, с которой этот человек номер два в нашей стране пытается пробить наказание более суровое для водителей. Причем представитель наш с вами Лысаков во фракции «Единая Россия», бывший дальнобойщик, человек, который очень много лет прожил за рулем, зарабатывая себе на хлеб. Хорошо, что он оказался во власти, и неплохо, что он оказался на административном верху. Он иногда дает полезные советы. Он как раз попытался уравновесить законодательный порыв номера два тем, чтобы уж если бороться всерьез, пытаясь показать звериное лицо нашей справедливости, то желательно все-таки вернуть 0,3 промилле. Мы почему-то подозреваем, что наш номер два имеет какое-то отношение к юриспруденции. Я не очень понимаю, каким он может быть юристом, если он не знает элементарных базовых вещей, которые проходят на юрфаке, в том числе и ЛГУ, и, соответственно, СПБГУ. Но в МГУ, по крайней мере, на юрфаке, это тоже проходили. Система обучения юристов в нашей стране, особенно в те годы, в мои с ним годы, мы с Медведем практически ровесники, она не очень сильно отличалась. И тогда эти базовые постулаты, они и были отправной точкой для понимания вообще такого явления, как юридическая наука. Медведев всего этого не знает. Он понятия не имеет, что мы обязаны иметь в своем законодательстве 0,3 промилле. Это наша обязанность, это наша прямая обязанность. Мы обязаны вернуть в закон 0,3 промилле. Он об этом не знает. Причем, вы же помните, что когда к нему Лысаков пришел на прямой разговор, то слегка поджав хвостик, номер два ему сказал, «Я не собираюсь упираться, вы мне просто объясните». То есть, непонимание и отсутствие объяснения не помешало этому человеку подписать закон абсолютного нуля. И потом уже, после долгих обсуждений, которые, видимо, его не коснулись, он пришел к выводу о том, что надо бы все-таки, чтобы ему кто-то объяснил, что же он такое подписал. Приятная характеристика на тот момент самого умного человека. Так, если помните, он в тот период был президентом. Так вот, как разворачиваются события. Есть трактовка товарища Лысакова, предлагающего не только зверствовать, но еще и как-то пытаться все-таки людям дать возможность ну хотя бы не сразу садиться в тюрьму. И есть поспешно слепленный закон имени Яровой, получивший одобрение везде, кроме Верховного суда. На прошлой неделе как раз было по этому поводу очень любопытное разбирательство, когда Верховный суд вынес свое суждение по данному законопроекту и сказал, что данный законопроект, он ведет только к одному, к увеличению уголовников в стране. Потому что та чрезвычайно умная и тонкая законодательная игра, которую предложила одна из умнейших женщин нашей страны по фамилии Яровая, она приводит только к увеличению людей, севших на нары. Больше ни к чему. И вот именно вокруг этого закона, очень справедливого, очень прямого и очень нужного стране, идет борьба сейчас между Медведевым и Медведевым. Потому что, собственно, никакой оппозиции нет, поэтому, как таковой борьбы тоже быть не может. Это разборка человека с самим собой. Мне очень понравилось то, что в комментариях по этому поводу на многих сайтах политических изданий люди разделились на две категории. Одни говорят, что Медведеву нужно все-таки дать айпад в руки, а другие говорят, что нужно отобрать. Первые говорят, что пусть он играет только в него и перестанет издеваться над людьми. А вторые говорят, давайте лучше отберем, поскольку он совсем скоро с ума сойдет. И то, и другое. Ну, я даже не знаю, как это трактовать. Мне просто понравилось то, что третьей точки зрения не было. Только две. Либо айпад отдать, либо айпад не отдавать. Вот, собственно, и все. И вот тот закон Яровой, который сейчас, скорее всего, и будет утвержден, он приводит, конечно же, к неизбежному увеличению людей, садящихся в тюрьму. Причем закон Яровой, он именно очень справедлив. Он так вот очевидно справедлив, потому что касается только тех людей, которые уязвимы. Она предлагает, например, два наказания за одно и то же правонарушение. Но то, что это противоречит Конституции, на данном случае никого не волнует, и наша парочка гарантов тоже на это не очень сильно обратят внимание. Ну, подумаешь, Конституция. В отношении водителей так принято. Водители — это определенная социальная категория людей, выведенных из-под действия ряда статей Конституции. Здесь будет просто очередная статья, которая на водителей не распространяется. То есть два наказания за одно и то же правонарушение. Но только по отношению к тем водителям, у которых есть права. А вот по отношению к тем водителям, у которых прав никогда не было, но они совершают те же самые правонарушения, Яровая не предлагает ничего. Ну, там в одном из нюансов мелькнул небольшой штраф, но четко видно, что в законе Яровой, который, собственно, сейчас Медведев перед Медведевым и проталкивает, и о чем он сегодня обсуждал с представителями, что он обсуждал сегодня с представительной фракцией, речь идет о том, что те люди, которые имеют права, которые подотчетны государству и поднадзорны государству, должны огрести по полной программе и сесть при максимально неблагоприятном стечении обстоятельств до 15 лет. То есть попадая в категорию преступлений, особо тяжких, имеющих умысел. А те люди, у которых прав никогда и не было, но они совершают те же самые правонарушения, то есть ту же самую уголовку. Вот по их поводу в законе Яровой ничего не сказано. То есть, ну, подумаешь, не было у тебя никогда прав, ну, подумаешь, ты спьяну кого-то задавил. К тебе будет применено иное воздействие закона и его неотвратимости, менее суровое, чем к водителю, который имел водительское удостоверение. Это приятный нюанс. А подоплека всего этого, как мне кажется, она в очень давней мудрости, которую пользовались и в предыдущие века, предыдущие умницы, руководящие другими не менее удачно сформированными государствами и административными системами. В самой простейшей формулировке эта мысль звучит следующим образом. Виноватыми людьми управлять проще. Поэтому, когда все вокруг виноваты, а люди, в том числе севшие за руль, имеют возможность оказаться еще и уголовниками, причем в статусе людей, совершивших особо тяжкие преступления, при том, что вот эта тяжесть, она, что называется, не в твоих руках, потому как речь идет о ДТП с летальным исходом, то есть ужасно и сама по себе ситуация трагична, не дай бог попадать в ситуацию, когда погибают люди, особенно из-за чего-то поведения. Но видите ли, в чем нюанс? Умысел и неосторожность — это не одно и то же. И хотя пить за рулем по-прежнему нельзя, даже при 0,3 промилле, разрешенных международным законодательством, и за рулем все равно у нас сухой закон, то есть нельзя пить по-прежнему, и нельзя давить людей. Но, например, если, не дай бог, произошло ДТП и люди погибли, не от тебя зависит, сколько именно. Трое, например, скончались в больнице, ну, по разным другим причинам, и ты получаешь уже пятнашку. Вот это все в совокупности говорит о том, в каком векторе, в каком направлении движется наша законодательная система. Она идет по пути ужесточения с таким расчетом, чтобы, как верно заметил Верховный суд, в стране стало больше уголовников. Зачем в нашей стране так много уголовников, в том числе по подобным статьям, мы пока можем только догадываться. Но история 37-го года меня, например, очень сильно настораживает сходством аналогий. Перерыв на новость. Наше общение будет еще более увлекательным, если вы продолжите звонить по телефону в студию, на нашу с вами обоюдолюбимую радиостанцию. Телефон 6510996. Он потихонечку приобретает свои привычные розовые оттенки, стремясь к полному покраснению. На сайте у нас есть несколько вопросов. Выбираем машину для семьи Hyundai H1 или Caravelle. Что лучше выбрать? Довольно любопытный и нехарактерный выбор автомобилей, потому что Hyundai H1 – это лучшая на свете «Газель». Пожалуй, самая интересная и самая удачная. Она все-таки коммерческая машина абсолютно, то есть полностью грузовик, и самое главное, она заднеприводная. Это довольно трудно. Если вы ходите с семьей не под большой нагрузкой, то есть у вас нету там полтонны где-нибудь на задней оси, тогда получается, что вы все-таки должны быть готовы к отточенным навыкам управления, которые далеко не у каждого водителя. Задний привод диктует свои повадки, свою манеру и свою гиперстепень осторожности. Caravelle в этом отношении попроще. Она, конечно, тоже коммерческая машина. Но корейцы делали свое H1 в расчете на то, что она будет работать в том числе маршруткой, а немцы Caravelle свое делали немножко по-другому. Вот у Volkswagen и у Mercedes у них очень любопытный подход. Они, когда создавали современную линейку коммерческих машин, они очень старательно изучили целевую аудиторию. Понятно, что достаточно часто за рулем этих машин, что спринтера, что транспортера, он же Caravelle, пожалуйста, в гражданской постаси будет находиться наемный водитель. Кто этот человек? И немцы выяснили, что большая часть водителей данных машин будет не, как вы могли подумать, например, гастарбайтеры, ничего подобного, студенты. Это студенты высших учебных заведений, подрабатывающие на развозе в разных фирмах. Почему, например, стали появляться автоматические коробки на этих машинах? Вот у Mercedes, у спринтера в линейке есть коробка автомат. Почему? Потому что студент, скорее всего, до этого минимально общался с техникой, ручка для него вообще непостижима, и либо это была папина-мамина машина на автомате, либо вообще это был велосипед. Для того, чтобы человеку проще было подрабатывать, для этого придумали такую хорошую, выносливую, тем не менее, автоматическую трансмиссию. И это идеологически разводит автомобили абсолютно в две разные категории. То есть в прямом сопоставлении Caravelle очень сильно выигрывает для семьи у Hyundai H1. Поэтому, если действительно отправной точкой является поиск машины для семьи, не для работы, то Caravelle, конечно, гораздо выигрышней. У нас на линии довольно много звонков. Начинаю их брать. Здравствуйте. Алло. Да, здрасте. Да, здрасте. А вот к Сергею хотел вопросов по поводу его комментариев относительно закона, где в качестве промилле норма это ноль. Вот я, может быть, сначала слушаю, хотел бы все-таки уточнить, какие нормы и что нарушаемы при этом. Кирилл, все очень просто. Давайте сразу отвечу. У нас в законе написано, что наша страна, как участник международного сообщества, подписав с другими странами там пакты о ненападении, Женевскую конвенцию по транспорту и Венскую по управлению транспортными средствами, обязана, в нашем законе это написано, излагаю не юридическим, а человеческим языком, иностранный закон имеет преимущество на территории нашей страны. Если мы вляпались в какие-то международные отношения и подписывали гору документов, то с тех пор мы обязаны их исполнять. И подписав Женевскую конвенцию, мы тем самым обязались исполнять те параметры, которые там прописаны. А там прописано, что поскольку в природе у людей в организме абсолютного нуля не существует, ну у медведя его существует, у нас нет, то мы должны иметь порог, например, в 0,3 промилле, который позволяет людей с эндогенным алкоголем в крови и в выдохе в частности, отличать, не наказывая их, от тех, кто реально выпил. Именно поэтому в Европе установлен порог в 0,3 промилле, хотя есть страны, в которых 0,2, есть страны, в которых 0,5. Это рекомендательный или обязательный? Обязательный. Обязательный. Именно поэтому он и попал у нас в административный кодекс из правил дорожного движения и Медведевым был исключен. По незнанию. Потому что Медведев, как юрист, не в курсе этого. Вот и все. Понятно. Понятно. Тогда вопрос к вам. Вот та мера, которая сейчас планирует вести, вы утверждаете, ссылаясь на мнение Верховного суда, по-моему, что это повысит количество уголовников. Да. Но любая статья, новая в Уголовном кодексе, повышает количество уголовников. Да. Это всегда. Вот я сейчас завтра говорю буквально старше, за взятку смертная казнь. Количество уголовников по этой статье наверняка будет. И значит, что это повысит количество уголовников. Но цель-то не повысить уголовников. А вы уверены, Кирилл? Вот в том-то и дело. Зачем сейчас в Уголовный кодекс вводить новый состав преступлений? У нас на сегодняшний день в административном кодексе достаточно мер воздействия на водителя. У нас есть и лишение, у нас есть и 15 суток. И у нас единственное, чего нету, это честного полицейского и неотвратимости наказания. Так, может быть, мы зайдем с другого конца? Может быть, мы перестанем дрессировать народ? Может быть, мы займемся, например, законодательной и исполнительной властью? Не согласен. Так. Не согласен. Можно разобрать? Да. После введения количества промиллев, нулевой доли промиллей, правильно, да, наверное, сказано? Количество зафиксированных пьяных водителей увеличилось, уменьшилось или осталось прежде? Я сужу по своим знакомым, которые, ну, к сожалению, есть такие, которые злоупотребляли перед тем, как садились на руль. Их количество именно после этих вещей, когда нулевая доза уменьшилась, это первое. Второе. Я считаю, мое личное мнение, что люди у нас не знают меры и пить не умеют. Поэтому вот эта вот превентивная мера, да, по Лаврову, она, по идее, вот на сегодняшний день, мое личное убеждение, является позитивной. Количество ДТП с участием пьяных водителей, насколько я знаю, насколько я доверяю официальной статистике, уменьшилось. Именно благодаря этому новой введению. То есть, Кирилл, вы считаете, что более жесткая правовая мера это фактор сдерживания? Всегда было. У вас другое мнение? Да. Вы хотите сказать, жесткость наказания не предотвращает наступление, не предотвращает наступление этого преступления? Ни в коем случае. И чем... Да вы что, Сергей? Конечно. Вы что? И чем... Смотрите, фах-фах, сразу пример, вот у нас что делают со взяточниками? Награждают и делают губернаторами? Ну, не всех. Это, конечно, исключение, потому что там у нас 89, да, по-моему, губернаторов, субъектно-федерации, да, 89. Смотрите, за торговлю, хранение наркотиками что делают? Ну, сажают, не расстреливают, да? Возьмем Китай. Количество взяток, на душу населения, количество наркоманов на душу населения в процентном соотношении с Россией в Китае меньше. Не соглашусь... Кирилл, то есть понятно направление вашей мысли, не соглашусь в том числе, потому что Китай это страна с закрытой статистикой, в Китае существует в отношении пьяных ДТП смертная казнь, если водитель в пьяном виде совершил правонарушение, которое повлекло смерть людей по неосторожности, в Китае смертная казнь, и это тем не менее не останавливает людей и у них каждый месяц по нескольку человек ставят к стенке за то, что они в пьяном виде кого-то задавили. То есть в данном случае фактора стерживания нет. Одну секундочку, одну секундочку, какое количество населения в России? Вы хотите проценты посчитать? Да. Ну, у нас на самом деле сто... Да, и что? Что из того, что у нас меньше? В Китае, по-моему, 1,4 миллиарда, да, по-моему, человек? Да, да, у нас 120 миллионов. В России, по-моему, 129. С небольшим, ну да, да-да-да. Не помню. Ну, вот сколько ставится к стенке у них, да, вот там, получается у них население, ну, получается там в 10 раз больше, да? Но фактором сдерживания это не является, это все равно же ставят, все равно же приходится. То есть, они же знают, что поедут в пьяном виде. Я сейчас говорю не о фактах, вот наша полемика разная только лишь потому, что вы говорите о фактах, а я говорю о масштабах. Если там расстреливают одного человека, это факт. А если, ну, вот что-то мне лично подсказывает, что если бы не расстреливать, то количество людей, которые за релем совершают ДТП с летальным исходом, было бы больше. Кирилл, давайте займем с другой стороны. У нас существует федеральная целевая программа, которую ГАИ попросила сама для себя и получила на нее сейчас уже 100 миллиардов рублей. Главная задача федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения до 2020 года это методами пропаганды заставить людей уважать правила дорожного движения и, в принципе, вести себя поприличнее. Методами пропаганды. И в данном случае это редкий... Благое дело. Благое дело. Вот, именно этим надо заниматься. Что сделало ГИБДД? ГИБДД, ведь если ты получил несколько миллиардов, пожалуйста, выходи в народ и пропагандируй. ГИБДД сделало иначе. Оно создало дирекцию по реализации федеральной целевой программы с хорошими полковничными должностями и теперь регулярно отчитывается о проделанной работе. Видимо, отчеты принимаются и являются удовлетворительными. И деньги даются, и, естественно, люди награждаются. Работы только нет. Поэтому у нас вот пряник не состоялся, пропаганды у нас нет, пить у нас по-прежнему является доблестью, власть у нас по-прежнему задает тон и показывает, как это здорово в 11 утра в центре Москвы накатить по 0,5 пива, если помните, первое лицо государства с вторым лицом государства, рассказывая о том, как нужно быть трезвенниками, в выходной день на майске как раз демонстрировала нам распитие спиртных напитков, показывая достойный пример, и при этом для нас существует неотвратимость закона, это то же самое, как у Муссолини, для своих все, для остальных закон. Минуточку, минуточку, если бы, да, вот как вы говорите, они пропагандировали это, да? Разве нет? Одну секундочку, одну секундочку, если бы это было бы пропагандой, да, и количество россиян, и россияне были бы так же, как в тот момент пил тандем, только по праздникам по 0,5 пива, я думаю, от этого был бы только плюс. Знаете, Кирилл, потому что, насколько я знаю, количество алкоголя на душу населения у нас гораздо больше. Хорошо, Кирилл, еще раз, перебью, зайдем с другой стороны, у нас пьяный... Уже в третий, уже в третий, да, мы крутимся вокруг одного, мне достаточно, не вам что-то подскажет, что я достаточно удается пока от ваших... Да-да, оборона у вас хорошая. Итак, у нас 12% ДТП проходят в пьяном виде, это означает, что остальные... Какой год? Год какой? 12-й год. По итогу 12-го года 12% ДТП в пьяном виде совершили от общего числа. Это довольно много, но это означает, что 88% в трезвом. Из-за этого напрямую следует, что все должны пить, тогда будет снижение ДТП, разве нет? Из-за этого следует, что... Но если в трезвом уме люди совершают ДТП больше, чем с пьяном. С пьяном всего 12%. Значит, нужно рекомендовать всем пить, для того, чтобы не было ДТП. Разве не линейная логика? Абсолютно не линейная. Почему? Потому что из той же самой логики, что вы, Сергей, мужчина, но вы человек, там, женщина-человек, и, значит, любой человек это, там, Сергей, это тоже, как бы вы идете... В первом случае вы идете от общего к частному, а потом это частное, вы устраняете на всеобщее. Да, вы красиво выкручились, соглашусь, изящно. Итого, значит, ужесточение мер является фактором сдерживания. И для того, чтобы у нас не было... Для чего? Сразу комментарий. По-вашему, для чего, правильно сказать, придуманный... Кирилл, секунды уходят, спрошу, значит, получается, нужно за все давать высшую меру наказания, тогда в стране не будет преступности? Тогда преступности будет меньше, да. Но она будет? Будет. Несмотря на то, что всех запугали за то, что чуть что сразу к стенке, и тем не менее преступность остается. Да. То есть тупик. К сожалению, правовой тупик. Новости. Телефон в студии 65 10 9 9 и 6. Звоните. Тем более, что вы и звоните, просто не все пока дозвонились. Вопрос по поводу Nissan NP300. Я читаю вопросы, пришедшие в адрес непосредственно программы на сайт. Вопрос, в первую очередь, по его надежности, а потом, по отличию от других пикапов, и третий, очень правильный вопрос, в итоге, кто его покупает? Покупают эту машину достаточно случайно, потому что для целевой аудитории нашей страны она не подходит. Все-таки это фермерская машина для того, чтобы по безумным полям разной отчизны возить какой-нибудь сельхозинвентарь или результаты своего сельхозтруда. В нашей стране пикап это все-таки машина недосягаемая, как правило, для крестьян. Она является имиджевой, а Nissan NP300 является хорошим внедорожником. Для того, чтобы рубиться на волоке, его желательно все-таки приподнять достаточно, ну, хотя бы там уже есть лифт-пакет минимальный на 4 сантиметра, можно, конечно, его крутнуть и повыше. В волоке выходного дня и в волоке большом вот эти самые NP300 постоянно принимают участие и очень неплохо себя ведут. Сама по себе машина, она, в общем-то, достаточно примитивная, несмотря даже на Common Rail и всякие штучки-подогревалки и прочие удовольствия, которые производитель туда добавляет, добавляет и добавляет. Вот ему там пару лет тому назад увеличили, например, длину грузовой платформы. Много чего они туда. Но в целом архаика, а архаика это большой плюс и большой выигрыш по надежности. NP300, чтобы убить, этим нужно заниматься специально, как правило, мало кому удается. То есть NP-шка очень выносливая машина. У нас Иван на связи. Добрый вечер, Сергей. Здрасте, Иван. Как раз-таки вопрос связан и с пикапом. Так. Не поверите, но я сейчас звоню с вам с границы Краснодарского и Старопольского краев. К сожалению, проживаю в Ростове-на-Дону или к счастью. Может быть, к счастью. Да, да, лучше, наверное, к счастью. И слушаю вас уже посредством интернета на следующий день. Какой патриотизм. Спасибо. Да, хочу сказать спасибо за все ваши передачи. Вот сейчас еду и слушаю скачанное ранее. Спасибо вам. Вопрос с чем связан. В свое время я вас закидывал смс-ками по поводу покупки пикапа. Так. Ну, будучи на другой радиостанции. Это был либо Dodge Dakota, либо L200, либо что-то еще. И все-таки в ноябре я стал счастливым обладателем L200. Мы его очень правильно сделали. Да, вопрос такой по-русски. Точнее, два вопроса. Один из них русский. Я стал обладателем. Теперь что от него ждать? Да ничего плохого не ждите. Вы какой взяли? В какой комплектации? Ну, я на ИЗИ селеки взял. Ну, и замечательно. Достойный агрегат. У него просто кабинка тесновато, но в целом он же хороший внедорожник. На нем можно много чего себе позволить. Ну, вы знаете, мой товарищ метр девяносто, он спокойно располагается сзади. Очень хороший товарищ. Больше товарищей хороших и разных. И L200 сам по себе. В целом, очень достойный представитель семьи Митсубиси. То, что губит ли его как любой Митсубиси, это отношение дилеров. Эту машину, как правило, убивает не хозяин, убивает дилер. Своим ТО, своим обслуживанием, своим совершенно чудовищным отношением к клиенту. И ценникам. Потому что фантастический ценник. Понятно, что ребята были чрезвычайно голодными, когда назначали стоимость запчастей, услуг и ТО. Знаете, сколько стоит? Уже нет. Сколько? Шесть копейками мне обошлось. Нулевое ТО. А вот так вам за империализм иномарочку купили, Иван? Вот. Да. А сколько там стоит большое ТО, когда люди думают, а не продать ли мне машину? Ну вот сейчас жду с ужасом 15 тысяч первых и потом уже посмотрим, что там будет. Вот на 90 будет самое интересное по стоимости, по цене. Хотя на самом деле сегодня проехал уже порядка тысячи километров, ничуть не устал. Сейчас просто остановимся отдохнуть и вам набрать. Я не скажу, что устал. Хотя люди говорят, что устают на них. Но я нисколько не устал. Ну смотря, что делать, опять-таки укажу свой опыт. Кому позвоночник кривил и жигулями, кому по пояснице бил москвич, а кто-то, может быть, зарабатывал радикулит на запорожце. Поэтому у нас у всех порочная посадка сформирована по-разному. И некоторым по-прежнему плохо, а некоторым уже полегчало. Вот, например, вам. Ну, может быть, да. И вторая часть вопроса. Чиповать стоит или нет? И чем чревать чип-тюнинг? Ресурс двигателя убивается ли он или меньше расход? Что это вообще? В принципе, я никому никогда не советую чиповать, если перед человеком не стоит какой-то сверхзадачи. В данном случае чипованием вы все-таки немножко наращиваете мощность, немножечко добавляете крутящего момента и тем самым перегружаете абсолютно всю трансмиссию. Тем более у вас полный привод, значит, так или иначе возросший крутящий момент он скажется у вас на износе и коробки, и раздатки, и редукторов. У вас ведь не стоит задача покорения. Вам на Эльбрус не лезть на этой машине. Нет, не скольте. У меня как раз таки для перевозки грузов. Ему дизеля хватает выше крыши. Ведь он же у вас тащит, тащит и тащит. Он у вас с самого низу взял и потащил. И вы можете увеличить только для самолюбия его паспортные данные и как-то согревать себя мысль о том, что она вот действительно стала мощнее. По факту лучше от этого не станет, а хуже очень даже может быть. Вы думаете, эти паспортные данные потом понесу в ГИБДД? Нет. А вы же, что называется, тихо подтачиваете ресурс автомобиля сами? Вот этот вопрос тоже. Да, конечно, на ресурсе запас есть, но этот запас вы быстрее исчерпаете. Ну и напоследок хочу сказать, что в принципе на изи-селике говорили, что там бери супер-селик, вот какая у нас там зима в Ростове есть или нету ее, ну, я взыграла в одном месте детство, и я лез, куда ни попадет в принципе, и вылезал. И даже блокировку не включал. Ну, мне устали вполне изи-селик. Ну и правильно, то есть у вас очень разумный компромисс между нормальной комплектацией автомобиля и экономией. Тем более, что все-таки Краснодарский край, нельзя сказать, что с утра до ночи заваливается снегом. Ростовский область, я сам из Ростова. А, то есть... Сейчас нахожусь в Краснодаре. Да, ну в Ростове там, конечно, снежок тоже бывает, но, к счастью, не так, как у нас в Москве. Ну, у нас плюс 15 сегодня, я слышал, что у вас там снегом завалило. У нас сегодня минус 15 снегом завалило, уподоблял стоящую Ким Мерсену. Он у нас стоял на фоне мужиков с лопатами и давал ценные указания. А мужики сразу, естественно, бросались исполнять. Я с детства помню, как Великий Ощущий товарищ Ким Мерсен приезжал в порт и учил рабочих-такелажников что-то грузить, а рыбаков рыбу ловить. Вот сегодня я посмотрел по телевизору, как это у нас выглядит. Так что он, к счастью, за лопату не взялся, но показал, как это делается. Поэтому, я думаю, через месяц у нас разгребут. Ну, понятно. У нас это все уже растаяло. Все, спасибо вам большое за передачу. Спасибо вам. Спасибо вам. Ой, в Краснодарском крае, в Ростовской области вот так вот живут люди на Изи Селекте. Я могу, на самом деле, только по-хорошему позавидовать. Леонид у нас на связи. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Говорите. Да, уже не раз задвонил. Да не стесняйтесь, Леонид. Знаете как, разговор как в курилке. Что у вас, что у меня. Давайте пообщаемся. Ну да, за жизнь. Ну, я вот первое хотел сказать по поводу этих промиллей. Я, собственно говоря, на прошлом деле, когда прочитал мнение Верховного Суга, на самом деле, был удивлен, потому что, ну, будучи имея отношение к корреспонденции, не всегда радовался тому, что пишет Верховный суд. А в этот раз он меня, на самом деле, приятно удивил. Да, здравомыслие. Да, здравомыслие проснулось, что, ребят, ну, так мы действительно всю страну давайте пересажаем, и будем там жить в Кремле, вот куда останется, а все остальные будут у нас зоны письма писать. Да, к сожалению. Я, например, честно, да, вот летом люблю пить квас. Вот понимая прекрасно, что там содержится даже в этих банках, которые там, может быть, не совсем квас, ну, какая-то минимальная там доля, и, возможно, знаете, каждый раз с подраганием потом езжу и думаю, господи, как там сказалось, не сказалось. Да, риск-то какой? На пустом месте риск? А если еще кефиру выпить? Да, вот это пугает. А если кефиру, так ведь вот именно почему сделан этот самый ноль промилле? Потому что вы, аккуратно осознавая риск, тем не менее, как-то употребляете этот смертоносный для организма напиток, а другие с размахом пьют квасок и не понимают, выпучив глазки, почему их лишают на полтора года. Вот именно в концепцию людьми, виноватыми во всем, управлять проще укладывается этот и ноль промилле, и вот этот звериный оскал нашей суровой справедливости. Когда мы хмурим бровки, топаем копыточками и листая пальчиком что-то в айпаде, говорим, что нужно пожестче, вот пожестче надо. Знаете, напоминает, еще был, по-моему, Союз или ранее Россия уже была, и как-то просили разъяснения по поводу того, что считать крупным размером, когда ловили с наркотическими веществами. Вот, и был вопрос такой, что делать, как считать, если вы взяли там 0-0-0-0-1 и растворили его в трехлитровой банке воды, скажем, что-то считается. Да, это сколько сразу стало, да? Да. Сразу сказали, что это не то, что крупный размер, или супер крупный, да, это просто, да, это даже расстрел, это мало ему, ему нужно просто потом будет замотать ценные шкуры, и, не знаю, и закинуть, куда-нибудь на Северный полюс. А, кстати, Леонид, вы обратили внимание, вот на прошлой неделе это чудовищная совершенно инициатива, которую наш представитель цирка на сцене, у нас есть такой из цирка на сцене, один в Государственной Думе, клоун официальный, поддержал по поводу освидетельствования учеников учебных заведений средних и высших на наркотику. это я обращал внимание. Представляете, зачем это сделано? Вот опять-таки для того же самого. Получает у нас соответствующее ведомство документ о том, что Вася Иванов, мальчик шестого класса, где-то там был замечен, после чего берется адрес мальчика, где он проживает, туда приходят к его папе с мамой и обнаруживают там в шкафу пять килограммов. И вся семья тихо идет по этапу. Да, господи, даже не нужно будет приходить, это просто будет сразу звонок родителям, что, знаете, все плохо, у вас наркоман растет, да мы уже тут все нашли, приезжайте, будем разговаривать. Это в том случае, если у них нет необходимости выполнения плана по головам и по трупам, а эти люди все-таки они же у нас честные борцы, поэтому у них сердце горячее, а мозги-то и все остальное свежеостуженное. Поэтому, если что, они не позвонят папе с мамой, они просто придут к папе с мамой и прекрасно развязав себе руки и совесть оправданием о том, что, ну, ребеночек-то попался неспроста, это же папа, мама плохие у него. Ну, конечно, родители не смотрели, не увидели, а может еще и сами научили. Да, вот Коля Петров, вот он хороший мальчик, у него родители хорошие, он не попался, а вот этот вот попался, вот сейчас мы вам и воздадим по полной программе нашу социальную справедливость. Я все-таки, конечно, призывал бы идти по пути неотратимости наказания, а не то, что давайте там дадим каждому по 10 лет и посмотрим, что будет у нас. А с кого начать? Вот, Леонид, я бы предложил бы ввести закон об уголовной ответственности перед законодателем за идиотские законы. Вот, пока они не потренировались на Сколково или, например, на кроликах, а сразу начали на людях, а потом вдруг выясняется, что нужно, ведь, они сами говорят, две трети обсуждения в Государственной Думе это законы, правящие предыдущие законы, внесение изменений, внесение поправок, дополнительные чтения. То есть, законы сырые, они были приняты, но на нас-то они уже действуют. А что вам мешало разобраться и этот закон, тщательно взвесив, например, не применять вообще? А тем более в юридическом отношении. Почему у нас с утра до ночи парламент корежит то кодекс административный, то кодекс уголовный, то уголовно-процессуальный? Вы знаете, здесь очень простой ответ. Если вообще посмотреть процесс законодательства, как он делается, там есть такой этап, когда законопроект рассылается по заинтересованным ведомствам и в том числе на проверку, а также на мнение и все остальное, например, в учебные заведения. Например, в мой вуз иногда поступали законопроекты. На экспертизу? Да, проводилась экспертиза, где умные люди, по-настоящему умные, которые владеют юридической техникой, не знают, что такое закон, писали прямо черным подъемом, что вы знаете, вот здесь вот противоречие, а вот здесь вот не надо так делать, потому что тогда под это вот нету других законов, нужно принять еще. Вот, но из того, что вот мне рассказывали преподаватели и того количества законов, которым приходило, они правили, того, что они поправили, там вообще никогда не оказывалось. То есть им прислали, им описывали, и говорили, ну, это же люди там, они вообще не понимают ничего в этом, Господи, давайте не будем ничего, мы же сказали, что это как раз мы знаем. И при всем при том, Леонид, обратите внимание, что у нас, например, в автомобильной тематике регулярно люди получают наказание не по закону, а по комментариям, например, к уголовному кодексу, либо к административному, то есть по частной точке зрения юридического специалиста, и тем не менее, они получают по полной программе. Леонид, спасибо вам, переходим на новости, потом возвращаемся к автомобилям. Алина пребывает в состоянии трепета, упрекает меня, что я не читаю вопросы, заданные через сайт. Она выбирает себе первый автомобиль, на данном этапе симпатизирует Kia Rio и спрашивает, что я ей посоветую. Я вам посоветую в том числе и Kia Rio, только не совершайте стандартную ошибку большинства девушек в нашей стране при выборе первой машины, не берите себе с автоматом. Научитесь ездить на механике, со временем, когда вы станете барышней, совсем респектабельной. Так может случиться в вашей жизни, что вы выберете себе следующую машину, а она бывает только в исполнении на механике. Есть несколько уникальных машин, в том числе достаточно престижных, спортивных машин с великолепным ездовым характером, которые выпускаются безальтернативно только на ручке. Представляете, как вы будете плохо смотреться за рулем этой красавицы, не понимая, зачем три педали, когда ноги всего две. Пусть у вас будет устойчивый навык управления машиной, трехпедальный, дальше будет все только проще. У нас Алексей на связи. Алексей, здрасте. Алексей. Добрый вечер. Здрасте. Я здесь. И я. Двое в камере, я и Ленин. Не то, чтобы удивляет, но настораживает любовь к марке Митсубиси, Сергей. Ну, не знаю, есть же еще машины. Есть. Да, Патрули, Тойота, ну, в смысле... Ну, у них ценник, у них, к сожалению, грустный. Лендкрузер 200, например, замечательный аппарат. И в первом мире в добрые люди. Хотя вот по городу на нем сложновато. Как внедорожник, он пусть его поручень достойный внедорожник. Но вы Паджеро Спорт, например, взяли и уже поехали, а на Тойоту только облизнулись. Ну, как пример. Ну, понятно. Ладно, у меня есть, на чем ездить, не Митсубиси. Ну, да бог с ним. Я на самом деле про другое. Так. Значит, меня жутко заботит вопрос о взяток на дороге. Значит, вроде бы считается, что у инспектора остается 10%. Вроде бы так. Ну, как врут очевидцы, да. Ну, почему-то такая цифра. Не знаю, даже это посчитать-то, наверное, проблематично. Так вот, интересно, верхняя граница, куда идут эти деньги. И в этой связи ужесточение наказания за, ну, вот ту же пьяную истину, когда у тебя ноль-ноль там, ну, чуть-чуть. И неизвестно от чего, то ли ты там позавчера... Ну, да, это понятно. То есть не от чего, но тем не менее есть, да. Да, это понятно. Ну, вот только, вот мне интересно, просто любопытно, где же эта верхняя банка? Докуда доходят деньги, собранные на дороге? Потому что немалые. Алексей, есть официальный ответ. До майора. Выше майора не ходят никогда. Если вы помните, два года тому назад у нас, по-моему, это... А, в Краснодарском крае было, когда... Или в Волгограде. В Волгограде посадили весь батальон. ФСБ навалилось на взяточников на дороге. Всех схватили. Выяснилось, что у них существует вертикаль. То есть, нижний лейтенантик грабит водителей, отдает своему старшему лейтенанту, там, ну, например, от младшего ГОСа к старшему ГОСу. Все это уходит на уровень командира роты и собирается у командира батальона, у майора. А дальше, а дальше следствие почему-то не заинтересовалось, видимо, потому, что дальше майора это не идет. Там, правда, потом генерал почему-то пошатнулся. Но дальше майора у нас в стране взятки не распространяются. То есть, сидит подполковник, а деньги мимо носа проносят. Да-да-да-да-да. Сидит подполковник и вот до майора доносит, а он сидит на одной зарплате голой и бедняга только облизывается. А был в свое время прецедент, когда в области даже уже неважно какую, не буду ее называть, выкинули нечаянно на пенсию одного очень уважаемого начальника, потому что он потребовал от своих подчиненных ко дню рождения телевизор, плазменную панель. Они взяли и стуканули и сказали «Охрен ли!» Он сказал «Во, блин!» Разговор был такой по понятиям. То есть, это не из серии «Я перегнул палку, извините!» А был, например, другой прецедент, когда рассматривалась вакантная должность руководителя ГАИ очень серьезная, практически генеральская, и человек, который претендовал, 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 а потом пришел ко мне и сказал «Серега, не, ну ты представляешь, они с меня поллимона баксов потребовали, у меня только 400!» Не, ну беспредел! Слушай, давай напишем об этом статью? Я у него спросил «Давайте уточним, уважаемый, о чем вы хотите написать статью?» Он говорит «Ну коррупция же!» Я говорю «О том, что вы собирались им заплатить 400 тысяч долларов за должность генеральскую, это не коррупция, а то, что они с вас попросили больше, чем у вас есть, это коррупция?» Он говорит «Ну конечно, но беспредел в натуре!» Примечательно то, что этого человека в этой должности я недавно нашел в списке руководителей областного ГАИ подальше от Москвы, а это было поближе к Москве. То есть все нормально, он нашел, где на свои 400 тысяч купить себе приличные погоны и по сию пору там нормально работает. Но это все только с зарплаты, потому что выше майора, как мы с вами установили, не ходит. Довольно-таки честный человек, да, требуемые суммы не собрал. Конечно, очень хороший человек, причем реально приятный, и выпить с ним здорово. Нет, ну я не сомневаюсь, да, я знаю очень приятных людей, работающих в этой области, и в общем, никаких вопросов, ужасно хорошие люди. Очень хорошие. Хотя вот просто, Алексей, к слову, у меня несколько лет тому назад был эпизод на дороге, и когда меня остановил Старлей, такой, Серега, такой конкретный, Серега, тормознул, я говорю, а в чем дело? Он говорит, вот у вас превышение скорости. Я говорю, ну и? Он говорит, ну вон там, Газель стоит, идите в Газель, там сидит старший. Захожу, там сидит майор. Для дороги это не характерно, потому что майор обычно... Не характерно, а значит деньги кончились. Да, там сидит, значит, такой очень суровый человек, он поворачивается к этому Старлею, говорит, что там? Он говорит, превышение? Он говорит, какое? Он говорит, 10 километров в час. Он поворачивается, говорит, ты что, идиот? Ты зачем его остановил? Он ничего, мешал. Вот зачем? Вот он ехал, 10 километров в час, вот тебе от него чего надо? Иди отсюда. Тот говорит, ну вот, ушел. Этот майор ко мне поворачивается, говорит, ну ладно, чтобы всем было не обидно, я вам просто предупреждение вынесу. Я говорю, да, хорошо, конечно, я не возражаю. Я говорю, а как вас зовут? Он говорит, меня зовут там, Сан Саныч Опросин. Вот в этом человеке, вот в этом человеке чувствовалась позитивная мудрость не взяточника, а того, кто реально в своей жизни заработал только на одну зарплату и на драную девятку, как потом выяснилось у него драная девятка. И через какое-то время я про этого человека написал маленькую заметочку в газете, которая была замечена руководством. Руководство мне позвонило и сказало, знаете, вот вы попали пальцем в одного из лучших наших инспекторов, которого нам очень жалко, что вот он в майорской должности сидит вот здесь вот только лишь на обочине и категорически не хочет никаких других должностей, хотя мы ему предлагали. И по итогам, по результатам работы за отчетный период мы его награждаем ценным подарком. Приезжайте к нам в Главное управление ГАИ Московской области на награждение. Я приехал, и там еще раз увидел этого Сан Саныча Опросина. Я к нему подошел, говорю, ну что, Сан Саныч, приятно? Он говорит, ну когда хвалят, приятно, а когда еще в руку подарок сует вдвойне. Вот он один из немногих реально мудрых, толковых и полезных этому делу людей. Но он вышел на пенсию, дождавшись своего майорства и 55 лет, с драной девяткой и маленьким пособным хозяйством. Вот и все. Ну, да, бывают приятные исключения. Знаю, я очень много езжу по России. Я, ну, хотел бы быть путешественником, но работаю, и поэтому тратил на это время только отпуск. К сожалению, к огромному. Кстати, огромное спасибо за вчерашнюю передачу про оболок. Я, Алексей, ничего знаю лично, и, ну, в общем, респект полный, по полной программе. Да, спасибо. Да, бывают. Но вот у меня последние штрафы, которые я заработал, это в Вологодской области Карелия превышение, ну, против допустимых 10 километров в час GPS, ну, не то, чтобы подвел, но просто не уследил, на один километр. 20 минут нудное оформление документов. Ну, в общем, да, по сути, все правильно. Да, то есть неотвратимость наказания нас с вами касается напрямую. Касается напрямую, да, ну, ну, что ж, я, нет, ну, тут все по-честному, да, в какой-то, где-то там. Спасибо вам, Алексей. Я надеюсь, что мы выживем на дороге, несмотря на то, что у нас очень избирательная неотвратимость наказания. Сергей у нас на линии. Добрый вечер. Здрасте, Сергей. Первый раз к вам дозвонился, спасибо за вашу программу. С дебютом? Ваши пробки быстрее проходят. С дебютом вас, Сергей. Говорите. Вот какой вопрос, да, можно, конечно, говорить про нашу действительность суровую, но опять в сторону того, что выбрать. Что можете сказать про Джету, новую, которую, особенно с ее злосчастной ДСГ? Мол, это какой-то это выбор. Стоит ли ее брать или нет? Знаете, ДСГ у нее неоднозначно злосчастная, потому что есть счастливчики, которых пронесло, есть несчастные, которых она просто поработила и вообще кошмар. Когда каждый раз кто-то меня спрашивает о Джете, я всегда спрашиваю, а почему именно Джетто? Большинство людей говорит, потому что похоже на Пассат. Вот чисто внешне. Потому как эта же машина на восполнении Шкода Октави мне нравится больше. Она логичнее и удобнее. Она удобнее по кузову, она лучше по комплектации, а тем более вот это сочетание 1.8 ТСА с автоматом. Те люди, которые боятся ДСГ, они имеют возможность, например, в восполнении Шкоды взять это же само Е, но на автомате. Хотя лейбак Фольксвагена, он, конечно, более породистый, чем у Шкоды. Ну, у Шкоды она на фоне Фольксвагена. Вы считаете, что все-таки не стоит за бренд переплачивать? За бренд ни в коем случае не стоит переплачивать, особенно Фольксваген. Ну, особенно Фольксваген. Фольксваген и вот эти Фольксваген и самозванец Тойота, которая настоящее японское качество made in Турция, вот это совсем было бы странно переплачивать. И Джетта, ну, она неплохая машина, да, здорово. Мексиканцы умеют собирать автомобили, потому что она... А я слышал, что их хотят у нас тоже делать. Как вы думаете, это будет совсем порнография или нет? Вот они собираются бросить, насколько я знаю, все это на Горьковский автозавод. Горьковский автозавод, он стабилен своим пролетарским мастерством заколачивать резьбовые соединения кувалдой. То есть ни в коем случае, да? Я вот сколько раз просился проведем экскурсию для группы заинтересованных журналистов, для Сергея Фаслонянов, которые приедут на Горьковский автозавод, который почему-то все-таки должен называться Нижегородский, и посмотрят, как там работают. Говорят, да, вы знаете, хотите, мы вам пресс-релиз напишем о том, как здорово мы боремся за качество? Я говорю, отлично. А посмотреть можно? А давайте мы вам сделаем два пресс-релиза о том, какое у нас высокое качество. Я говорю, очень хорошо. А посмотреть? А давайте мы вам пришлем еще пресс-релиз и презентацию. Очень хорошо. Вот вам ответ на вопрос. То есть, если вдруг все-таки захочу, то только мексиканская сборка, да? Ну, пока она только мексиканская сборка. Мексиканская сборка под надзором немцев получается чуть лучше, чем та же, например, мексиканская сборка, когда делают американские машины из Мексики, вот Крайслеры, в частности, там Джорни, он, к сожалению, накрывается медным тазом быстрее, чем Фольксваген, хотя страна у них одинаковая. И Ниссан Тиидо из Мексики, он тоже почему-то лучше, чем коренной американец. То есть, если вам Джетто, берите, да? Если еще можно вопросик по А что думаете о такой машинке, как Шевроле Круз? Она, по-моему, сейчас стала более популярна, чем Фокус раньше. Она сопоставимо популярна, потому что она ведь машина класса Д, она же огромная, просто никто не признается, что она в классе Д, и все говорят, ну что вы, это Гольф-класс, ну это Гольф-плюс, знаете, это Гольф-плюс-плюс. Мне понравился этот аппарат, я на нем ездил в том числе на ручке на 1.6, 1.6 хватало ему впритык, 1.8 нормально. И вообще Круз сам по себе, это очень правильный автомобиль, крупный, большой, красивый, и тем более сейчас он будет с кузовом универсал наконец-то. А то, что вот в Питере собирают у нас тоже? У него есть родовые травмы по конструкции, но питерская сборка не ухудшает его. И в Питере собирают и Opel Astro, и это нормальная Astro. То есть такая же точно Astro получилась бы у немцев. Вот косяков, связанных с русским пролетариатом, там практически нет. К сожалению, время мое истекло, завтра я вернусь к вам, продолжим разговор об автомобилях.